Рак Дорогие коллеги, добрый день! Рад вас всех видеть. Мы сегодня попробуем поговорить про рак, про его генетику, про геномику. Есть и последние, что вы и так все это знаете. Но мы подумали и решили, что повторение — это мать учения. Когда ты что-то начинаешь рассказывать, первым делом хочется сказать, что вот, как это важно, как это нужно человечеству. Но тут, слава богу, все легко, потому что рак — страшная штука, и, к сожалению, так или иначе, каждый из нас, так или иначе, в семьях, кстати, столкнется. Но важно даже не это. Важно то, что мы с вами живем в такое удивительное время, нам повезло жить, что именно сейчас происходит революция в биологии, и мы очень надеемся, что эта революция транслируется в медицину, как главное приложение. И поэтому я вас всех призываю, возможно, посвятить свою жизнь или, по крайней мере, частично попробовать соточиться на тем, чтобы подумать, как глядеть на раковые данные и как помочь страждущему человечеству. Потому что это всегда будет нужно людям. То есть люди дают деньги на две вещи, чтобы убить своего ближнего и чтобы вылечить его. Вот на войну и на медицину. Поэтому если вы будете заниматься либо одним, либо другим, то всегда будете востребованы. Сперва просто немножечко терминологии. Да, общий употребимый термин рак – это то же самое, что термин карцинома. Это опухоль, которая происходит из эпителия. Но вообще надо понимать, что еще есть другие типы опухолей. То есть слово рак не равно термину злокачественной опухоли. Всякие саркомы, аденомы. И говорить, например, рак крови – это терминологический неграмм, надо говорить ликоз. Рак, как вы все знаете, происходит из-за того, что дничные клетки обретают способность к бесконтрольному делению, нарушается баланс между пролиферацией клеток и апоптозом, и вызывается это в первую очередь мутациями. То есть рак – это генетическое заболевание, и это надо всегда держать в голове. Раковый геном поддерживается мутациями в клетках, которые нарушают репарацию. Но дальше мы про это поговорим, про характерные черты ракового генома. Опять, вы наверняка знаете, что рак бывает доброкачественный и злокачественный. Доброкачественный – это все хорошо, с этим можно жить. С злокачественным – жить тяжело. Причин рака тоже очень много. Это и вирусы, и какие-то карциногены, и наследственность. Но в итоге, конечно же, поскольку рак – генетическое заболевание, мы сказали, это все сводится к мутациям. И дальше у нас есть два типа мутаций. Значит, первая мутация, вам, вы все это рассказывали, вы все это знаете, что есть соматическая мутация и герминативная. Соматическая, она возникает в клетках Денова, то есть это рак, который развивается у конкретного индивидуума заново, или генеративная – это та мутация, которую мы получили от наших пап с мамой, и это то, что нам перешло из ДНК столовых клеток. Рак вызывается в подавляющем большинстве случаев соматическими мутациями. То есть герминативные они составляют 5-10%. И то, если есть мутации в раковых генах, которые вы получили по наследству, это не совсем стопроцентная вероятность того, что развивается заболевание. Это очень сильно увеличивает предисположенность. То есть в несколько раз увеличивает шансы развития заболевания, но не стопроцентные. Вот жуткая имперболезнь, но на нашу счастье она очень редкая, называется синдром Лифроумения. Это когда мутация FTP53, самым известным раковым гене. И это жуткое заболевание, характеризуется тем, что опухоли, они развиваются много в разных органах одновременно. Но, слава богу, это очень редко. И главный аж челлендж, который тоже вам, наверное, рассказывали, как отличать при секвенировании в соматическую мутацию от germline. Про клональную эволюцию раковых клеток. То есть опухоль происходит из тех клеток, которые по каким-то причинам, по генетическим причинам, стали мутировать быстрее, приобрели преимущество в скорости роста, и дают начало, одна клетка дает начало клону клеток. И в итоге эти клоны клеток, они начинают между собой конкурировать. То есть происходит самая настоящая дарвинская эволюция внутри опухоли. Они конкурируют между собой за питательные вещества и так далее. И самое ужасное, к чему это приводит, это приводит к тому, что опухоль, она гетерогенна. То есть разные части опухоли, они различаются между собой по тому генетическому портрету, который они несут. И это крайне осложняет лечение. Надо понимать, что лечение это тоже фактор отбора. То есть это вот бутылочное горлышко, через которое проходит эта популяция. И почему рак так трудно лечить? Потому что мы фактически боремся с эволюцией. А с эволюцией бороться очень сложно. Что вот с антибиотиками, обязательно возникают штаммы, которые резистентны к нашей терапии. Что и в раке, то же самое. То есть мы убили 99,1% опулевых клеток. Казалось бы, все хорошо. Но самое страшное, что остается тот клон, который так мутирован, что он не отвечает на терапию. И, соответственно, через какое-то время происходит рецидив болезни. Сейчас активно пытаются изучать эту гетерогенность. И вот есть работы недавние, где берут опухоль, берут биопсию в разных точках, секвенируют и пытаются строить, вот именно изучать эту эволюцию с точки зрения филогенетики. То есть нарисовать филогенетическое дерево, какой клон был базовым, какие от него произошли, и вообще пытаться смотреть на это с эволюционной точки зрения. И наш главный челлендж — это то, что мы должны уметь как-то пытаться бороться с тем, что опухоль гетерогенна. Вот пример из статьи, тоже недавней. Они там взяли 8, по-моему, разных биопсий в опухоли и провели секвенирование, секвенирование и транскриптом померили. И вот мы видим, что вообще говоря, куча мутаций, которые различаются, то есть далеко не все мутации присутствуют в каждом субклоне опухоли. Что еще более страшное, это то, что сильно различается генная экспрессия. А генная экспрессия почему плохо? Потому что существуют там, например, тесты, которые определяют по транскриптому, давать какое-то лекарство или не давать. Мы взяли его из одного куска опухоли, и тест показал, что это лекарство нужно давать. Взяли бы мы из другого куска опухоли, и тест показал бы, что не нужно давать. Ну и также они показывают, что эволюция, она конвергентна, то есть разные субклоны опухоли, они независимо друг от друга эволюционируют, но в итоге это все равно приводит к потере функций определенных раковых генов, генов-супрессоров. Как можно пытаться бороться с гетерогенностью? Самое хорошее это попытаться найти те события, которые возникли, то есть базовый клон исходный, родительский, который и привел к формированию опухоли. Для этого можно пытаться делать секвенирование с очень большим покрытием, искать те мутации, которые редкие, которые тем не менее присутствуют более-менее во всех клетках. Существует другой подход, это, конечно же, давайте, если нам не жалко мучить пациента, сделаем ему несколько биопсий, и, соответственно, будем бороться с каждым из клонов в отдельности. Существует сейчас интересный подход, я, правда, пока не знаю, привел ли он к каким-то результатам, но идея стоит в том, чтобы использовать эту эволюцию как бы себе на пользу. То есть не полностью уничтожать все клоны, которые можем, а пытаться поддерживать некий баланс между ними, так, чтобы эти клоны конкурировали между собой, и те клоны, которые отвечают на лечение, чтобы они помогали нам в борьбе с тем клоном, который на лечение не отвечает, и поддерживая тем самым такой тонкий баланс, и контролируя, по крайней мере, не давая опухоли прогрессировать, то есть давая ей некий сублетальный доз лекарства, и пытаться как-то балансировать. Сингл-сел секвенирование, но это пока все-таки, я думаю, будет лет через 15, это придется в такую широкую клинику, когда будем много-много-много делать секвенирование разных клеток, и существует, например, статья, недавно тоже вышла, где пытаются по результатам секвенирования сказать, сколько клонов, и определить, соответственно, кто где. Мутации, да, они бывают двух типов. Те мутации, которые дают клетке преимущество в пролиферации, это драйверные мутации, и те, которые не дают, это так называемые пассажирские мутации. Драйверные мутации, понятно, да, что они будут находиться у нас под положительным отбором, поскольку они стимулируют, дают преимущество в росте. Эти драйверные мутации находятся в определенных генах, не всякий ген, само собой, даст нам преимущество. Таких генов, их, cancer genes, существуют разные подходы к их определению, мы дальше про это поговорим, но, в общем, их количество оценивается порядка там 400. Драйверные мутации — это редкое событие, поэтому в одном сигнале на пути обычно бывает одна драйверная мутация, и уже она изменяет, нарушает ход передачи сигнала, и считается, что в опухоли таких мутаций драйверных по-настоящему не так уж много. Пассажирские мутации все наоборот, да, то есть они возникают из-за того, что у нас нарушилась система репарации, и не дают никакого преимущества опухоли, а даже наоборот немножечко ей мешают жить. Зачем нам нужно различать драйверов и пассажиров? Конечно, чтобы на драйверы это можем воздействовать, а с пассажирами нам работать бессмысленно. Да, конечно. Правильно ли я понимаю, что у нас все-таки получается, что существует какой-то рак, 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 фул генов, или таким вот образом, в котором появляется рак? Да, да. И он даже более-менее определил. Да, да, да. Существуют разные списки, они в той или иной степени перекрывают с собой, ну, скорее, сильно, чем слабо, но, в общем, это достаточно есть. Ну, дальше, я, по-моему, скажу, есть каталог Cancer Genesensus, где это все разные каталоги дают разный результат, но какой-то набор, он стандартный. Ну, конечно, какой-то компактный набор. Да, 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 конечно. Да, да, да. То есть это... Я забыл сказать важную вещь. Спасибо за вопрос. Я забыл, понял, что я забыл сказать важную вещь, да, что, вообще говоря, не любая мутация в раковом гене, она будет драйверной, да? То есть это тоже надо понимать, что это тоже отдельная задача, которую нужно решать. Здесь просто приведены общие идеи, как искать драйверные гены. Самое простое — это смотреть... Значит, мы предполагаем, что у нас много образцов, да? Мы протеклинировали несколько сотен раковых образцов. Самое... А еще вопрос лично. Драйверные гены — это что такое? Я не различаю драйверные гены от раковые гены. Я так сказать... Для меня это взаимозаменяемое понятие. Это искать те гены, в которых мутации встречаются чаще, чем мы ожидаем. Для этого, чтобы оценить, что мы ожидаем, нужно оценить фоновую частоту мутации, а потом посмотреть на те гены, в которых эта частота значимо отличается от наблюдаемой. Второй подход — это оценивать... Мы про это поговорим в самом конце. Существуют методы, которые предсказывают влияние мутации на белок, насколько сильно она изменяет его функциональные свойства, и искать те гены, у которых есть преимущество, ну, сдвиг в области тех мутаций, которые сильно влияют на белок. Другой подход — это искать гены, в которых есть вот... Ну, он, в принципе, очень похож на первый, на те области, в которых, опять-таки, мы наблюдаем резкое усиление скорости мутирования. Это в первую очередь макогеном. Опять про это дальше поговорим. И поскольку очень многие гены — это кеназы, то пытаться искать те сайты, где переоблачено мутациями, которые застрагивают сайты сферлирования. И есть другой подход. Ну, это было четыре разных подхода. Есть пятый, который несколько отличается от них. По идее он стоит в том, чтобы искать паттерны взаимосключающих драйверных мутаций. Как я сказал, драйверные мутации — это редкие события. Поэтому мы ожидаем, что в одном сигнальном пути такая мутация будет одна. И поэтому, если смотреть, выстроить, здесь у нас будут гены, а здесь пациенты, то, вообще говоря, мы ожидаем то, что взаимосвязанных между собой в сигнальном пути генов будет формироваться вот такой вот взаимоисключающий паттерн. И действительно существуют стандартные примеры более-менее взаимоисключающие мутации. То есть если мутация есть в одном гене, то ее скорее не будет в другом. И для этого есть алгоритм, который называется Dendrix. Они анализируют такую матрицу, где у нас то же самое, генные пациенты. Дальше нужно искать вот такие матрицы, такие подматрицы, которые характеризуются высоким покрытием, то есть в большинстве сэмплов хотя бы одна мутация, то есть вот здесь высокое покрытие, либо высокой эксклюзивностью. То есть мутации есть либо в одном наборе пациентов, либо в другом. Ну они там придумали какой-то свой хитрый алгоритм, и ура, действительно могут идентифицировать какие-то, и предсказывать, и подтверждать существующие известные вещи, и пытаться предсказывать что-то новое. Теперь мы поговорим про два типа драйверных генов. Это онкогены и супрессоры. Онкогены — это те гены, которые стимулируют клеточный рост и развитие, а супрессоры в следующий делится на два типа. Это кетейкеры и гейткиперы. Кетейкеры — это те гены, которые репарируют ДНК, разные системы репарации ДНК, а гейткиперы контролируют клеточный цикл и являются в этом смысле неким антагонистом онкогенов. Важно понимать, что для разных гены они включаются разными типами мутаций. Для того, чтобы у нас онкоген включился, должна произойти мутация, которая усиливает его функцию, улучшает его функционирование, и таких мутаций, конечно, таких сайтов их будет не так много. Супрессоры надо сломать, и чтобы он перестал работать и вызвал рак. И такие мутации — это loss of function, и таких мутаций, конечно же, они сломать всегда легче, чем построить. Так, теперь про онкогены. Ну, онкогены — это мутировавший протоонкоген, то есть ничего страшного в этом названии нет. То есть в нормальных клетках протоонкогены, они работают, они стимулируют клеточное рост деления. Но мутации в них, они нарушают вот эту вот обратную связь. И вот хорошая аналогия, которая мне нравится, это если вы едете на автомобиле, и у вас запала в пол педаль газа, то есть вы начинаете неконтролируемо ускоряться. То есть функция, она избыточна. Я сказал, да, что это мутации типа gain of function. Часто это протоонкогеном являются всякие терминокиназные рецепторы, которые участвуют в передаче сигнала, мутируют ингибиторная петля, и сигнал начинает передаваться, сигнал на деление начинает передаваться внутриклетки, вне зависимости от того, какие факторы у нас есть снаружи. Ну вот примеры, самые часто исключаемые, CGFR, это рецептор эпитериального фактора роста, K-1, B-2, ну в общем такие классические вещи. Как они могут активироваться самым разным образом? Это может быть и точечная замена, и амплификация, и в результате транслокации. Дальше у нас будет пример профилателлифической хромосомы. Ну вот пример, да, протоонкоген, это раз, это же связанный белок, вот он связан с рецептором, мутировала петля, и сигнал начинает передаваться, вне зависимости от того, что он есть. Это сигнальный каскад MAPK, это, наверное, все это так знаете, да? То есть это общая схема, то есть что есть стимул, дальше MAPKKK, это метаген-активейтед-протеин. Протеин-ккккккк, это киназа-киназы-киназы. То есть есть киназа, она в свою очередь действует на какой-то ген, который уже там запускает деление. Эту киназу в свою очередь фосфорилирует другая киназа, поэтому называется киназа-киназа. Эту штуковину, киназа-киназа-киназа, потому что она фосфорилирует вот это вот. А это просто примеры реализации общей вот этой схемы на конкретных генах. И проталанкогены, да, это очень часто именно вот эти промежуточные киназы, которые участвуют в передаче внутриклеточного сигнала. Про супрессоры. Да, гейткиперы и кейтейкеры. Про кейтейкер рассказал, что это связь, что они репарируют ДНК, и если вы сломали, то происходит резкое увеличение частоты мутирования. Появляется так называемый мутаторный фенотип. Примеры BRC1, BRC2, они чаще всего, мутации в них связаны с раком молочной железы. Гейткиперы контролируют клеточный рост деления. Самый классический пример P53, RB1. RB1 это ретинобластома ген, значит, супрессор, мутация в котором вызывает с большой вероятностью ретинобластому. И в отличие от онкогенов, должны быть обычно затронуты оба аллеля, то есть чтобы произошла вот эта вот поломка. Если онкогены это сравнивают с запавшей педалью газа в автомобиле, то сломанный супрессор это отказ тормозов. Так, здесь я вроде бы все сказал. Ну, самый классический пример P53. Он нужен для того, чтобы отправить клетку в паптос, если произошло повреждение ДНК. Взаимодействует масса с огромной массой всяких своих соседей. И мутирован в половине всех случаев рак. То есть это вот такой самый-самый классический пример супрессора гейткипера. Кетейкеры, я про них сказал. Мутации в разных генах обычно приводят к разным типам рака. Это рак молочной железы, рак яичников. Здесь у нас колоректальный рак. Теперь вопрос к аудитории. Я, в принципе, уже проговорил, но давайте это проговорим еще раз. Как вы думаете, мутации, которые активируют гены, они будут случиться чаще или реже? Реже. Правильно. Нас просто дальше будет... Я рассказывал после лекции, пытаюсь и другим студентам. Они, конечно, хуже вас. И вот я должен сказать, что этот вопрос часто вгоняет людей в ступор. Но вы молодцы. Но ломать не строить. А? Ломать не строить. Да, совершенно верно. Ломать не строить, это надо понимать. Наличие мутации в одном макогене или даже в одном супрессоре это недостаточно для того, чтобы развился рак. То есть обычно нужно несколько последовательных событий для того, чтобы онкогенец совершил такую стадию, когда он станет клинически значимый. Частые антагонисты, супрессоры онкогена, но попарные комплиментарности, что один тормозит другой, такого нет. Вопрос связанный с этим, кто является... Какого типа гены являются драг-таргетами чаще? Онкогены или супрессоры? Ну если мы так ответили хорошо на первый вопрос, то давайте подумаем про второй. Он в принципе примерно... Супрессоры. Супрессор это то, что... То, что сломано. Починить, вообще говоря, обычно всегда труднее. Как мы сказали, ломать не строить. Проще сломать. Да, совершенно верно. Поэтому гораздо больше лекарств. Обычно это... Лекарства стоят в том, чтобы блокируется активный центр этого фермента, и он просто не работает. Поэтому в большинстве случаев, по-моему, 90 с чем-то процентов разных типов лекарств, это действительно онкогены. И это очень плохо. То, что мы не умеем хорошо действовать на супрессоры. То есть можно, конечно, думать про генную терапию, что вот починить баллонный супрессор, но это гораздо сложнее. Надо понимать, что вот это наше вообще сильное ограничение, которое нам опять-таки сильно мешает, очень сильно мешает в терапии. Как я сказал, для развития опухоли необходима мутация в разных генах. То есть мутация может произойти, и опухоль может быть малюсенькой и существовать в таком виде несколько лет и совершенно никак не проявляться, пока случайно не произойдет мутация в том гене, который нужно, и опухоль уже начнет прогрессировать. То есть помимо мутации в онкогенах и супрессорах, нужны еще мутации в других разных генах, которые отвечают за прохожденческие поинты, за дифференцировку, за метастазирование и так далее. Поэтому существует такая вот концепция, которая называется «Holmars of Cancer». Ее предложили в 2000 году. Идея в том, что это некий набор характерных признаков, которым обалдает каждая опухоль. То есть это, например, избежание реакции со стороны, уход от воздействия со стороны иммуносистемы, нечувствительность к антиростовым сигналам. Но я не буду все читать, да, подавление компактуз. То есть некоторый набор признаков, их раньше было 6, а в версии 2010 года их стало, по-моему, 10. И идея в том, что мутация в разных генах, которые классифицируются к разным категориям этих вот «Holmars of Cancer», что они могут чередоваться в разных последствиях, но в итоге должны привести к раку. То есть критика этого подхода, который стоит в том, что вообще говоря, все это верно и для доброкачественной опухоли. Для доброкачественной опухоли снижать не можно, но в этом ничего страшного нет. Другой подход, схожий идеологически с первым, это классификация по сигнальным путям и по генам. Тоже должны приобрести мутации в разных сигнальных каскадах. Опять-таки в раке на поздней стадии обычно мутируют многие. И да, то есть эволюция должна быть конвергентной, то есть тем или иным способом должно быть затронуто более-менее все. Про раковый геном. Вот это важный слайд. То есть это характеристика генома опухоли. Первое, что она характеризуется геномной нестабильностью. То есть увеличением количества следоточных мутаций за счет того, что у нас сломана система репарации. Раз сломана система репарации, то у нас происходит изменение копийности генов. Когда у нас уже происходит изменение в геноме, у нас нарушается вот эта вот отлаженная машина регуляции уровня экспрессии генов. И раковые клетки, если их сравнивать с нормальным потенскриптому, то там происходит отличие, достоверное отличие в уровне экспрессии у тысяч генов. И на поздних стадиях уже происходит хромосомные перестройки очень активно, протестичные полиплодии и так далее. У меня дальше картинка красивая. Ну ладно. Важно понимать, и вот нарисовать такую картинку мы смогли совсем недавно. То есть это картинка из статьи, по-моему, 2013 года. Это результаты того, что сейчас существуют проекты по массовому секвенированию разных типов рака. И это дало нам удивительное открытие, которое стоит в том, что вообще говоря, мы и так это подозревали, что рак крайне индивидуален. То есть он различается паттерн скорости мутирования и частоты, и типов замен. Он различается как между разными типами рака, так и внутри одного. То есть на этом графике надо удивляться тому, что здесь у нас разные типы рака отложены, а здесь отложена частота мутирования. Причем удивляться на тому, что здесь у нас шката логарифмическая. И если мы посмотрим, то не трудно убедиться, что между разными типами рака отличия в 100 раз. Но самое интересное, что и внутри одного типа рака у нас отличия в скорости мутирования тоже могут достигать сотни и тысячи раз. То есть это говорит нам о том, что рак, каждый рак, он абсолютно уникален, и, возможно, классификация его на вот именно такие типы, может быть, она и менее смысла. Надо придумать какую-то другую классификацию. Интереснейшее явление, что и внутри одного генома встречаются те области, которые сильно различаются скорость мутирования. То есть каждая опухоль уникальна, и поэтому ее надо лечить уникально. Про это мы в конце немножечко поговорим. Про распределение количества мутаций. В общем, в среднем порядка плюс-минус 50 замен бывает несинонимичных в каждой опухоли. Но опять это все сильно различается от разного типа рака. И опять это только лишний раз подчеркивает, что каждый рак, он уникален. А, вот красивая картинка, которую я все ждал. Это пример кориотипа раковой клетки. Смотрите, какой кошмар. То есть некоторых хромосом по 4 штуки, некоторых вообще нет. Какие-то вон там малюсенькие кусочки. То есть вот на поздней стадии геном идет, совершенно идет в разброс. И мне просто очень нравится эта картинка. Не знаю, как вам. Пример транслокации, которая часто встречается при определенном заболевании. Это хронический миелоликоз. Она по нему встречается в 90% случаев. Происходит транслокация 22-й и 9-й хромосомы. И в результате образуется фьюжн, то есть химерный белок. Сливается ген АБЛ1, теразинкиназа, которая в норме как раз регулирует клещное деление и дефицитировку. Она сливается с геном БЦР. Это не Б-клеточный рецептор, это другой ген. И в итоге образуется химера. Поэтому у вот этого АБЛ1, у него откусывается домен, который как раз и участвует в его негативной регуляции, в обратной связи. Получается такая химерка, которая обладает нерегулируемой активностью. То есть она все время посылает сигнал, давайте делиться, давайте дифференцироваться. Вот это филадельфийская хромосома. Называется филадельфийская, потому что, по-моему, это ее окрыли. Филадельфий, значит, характеристический пример, который очень часто встречается при милоликозе. Но, кстати, против нее, если выбирать, каким бы типом рака мне заболеть, чтобы, так сказать, все было хорошо, выбирайте ликоз. В общем, ликозы, в частности, хронический милоликоз, он хорошо лечится. И из разных, из двух зол, это все-таки меньшее зло. Другие факторы развития рака, да, это вирусы, папилломовирус, он вроде бы, про него знает, что наличие папилломовируса, это рак шейки матки практически со стопроцентным, то есть наличие, зараженность этим вирусом вызывает практически стопроцентное заражение рака шейки матки. Но есть вакцина, которая, она, правда, не против всех типов вирусов, против 16 и 18, в общем, есть вакцина, которая помогает примерно в 70% случаев. Вирусы гепатита В и гепатита С, они с большой вероятностью вызывают рак печени. Рак печени вообще очень плохой рак, им как раз не надо болеть, потому что, в общем, злой и трудно поддающийся лечению, потому что печень, они так все метаболизируют, да, и лечить ее всякой химией, это трудно. Карциногены, ну да, не курите, не работайте в возбестовом производстве, не загорайте, не злоупотребляйте рентгеновыми обследованиями, потому что в итоге все равно может быть мутацией. Так, теперь мы переходим к обсуждению краткого про баз данных, в которых собирается информация о мутациях в раке. Вот это такой проект, который называется ICGC, это разные страны собрались и подумали, а вот, так сказать, в связи с развитием методов НГС не посекнирует ли нам рак. Разделили, каждая страна взяла себя по несколько типов рака, и есть такой, вы можете зайти на этот сайт, они там выкладывают результаты своих усилий. Но вот видно, да, что на данный момент для разных типов рака количество секвенированных пациентов измеряется сотнями, да, скоро будет тысячи. Казалось бы, не так много, но, в общем, это все растет, и данных у нас становится все больше и больше, и все больше и больше возникают члены же. Как же все это анализировать? К сожалению, проблема в том, чтобы получить со СЦРы данные, просто так вам, конечно, никто не дат, если вы обычный советский ученый. Если вы ученый, который работает в каких-то, который филирован с этим проектом, тогда, конечно, все проще. Одним из… это параллельно вот проекты по секвенированию рака, они стартовали вот как ICGC, международный проект, так и есть проект, который называется Cancer Genome Atlas. Это уже чисто американский проект, и они, по-моему, стартовали примерно в одно время, может, TCG, может, даже чуть и пораньше. По-моему, в 2007, то есть, по-моему, вот это началось… Ну, вот, в принципе, да, да, то есть, как только стало понятно, что сигнировать геномы – это не миллиард долларов, хотя бы, я не знаю, 100 тысяч, то тогда и запустилось. И потом они, значит, в итоге все-таки вошли в состав TCG, в ICGC, в общем, все равно сохранили там и свой сайт, и свой, значит, отдельный, ну, отдельный pipeline. Вон там адрес, ну, если вбить просто слово TCG в Google, то легко перейти. Опять разные, значит, типы, разные типы рака, и они предоставляют… Конечно, опять-таки, сырые риды вам просто так, конечно, никто не даст, но процессированные – пожалуйста. Причем классно то, что они смотрят разными умными науками, то есть они как экзом сигнируют, так они делают транскриптом. Причем экзом они делают помимо… Мутации смотрят помимо экзом, они смотрят еще и снипы, и чипами. Потом у них есть, по-моему, для некоторых и портоумные исследования, изменение копийности. В общем, если вот зелененькое, то это значит, что это можно скачать. Теперь возникает вопрос. Да, вот у нас куча данных. Их куча разных типов данных. Как на все это смотреть? Вот для этого крайне рекомендуется такая штука, как-то называется C-биопортал. Он представляет собой один из способов смотрения на все эти данные, вот так сказать, сузоты птичьего полета. Там можно выбирать, смотреть и по генам, то есть какой ген в каком раке мутирован, и по типам заболевания, а вот этот рак, а вот какие гены в нем чаще мутированы, чем остальных, и доступ к отдельному пациенту, и так далее. В общем, это довольно сложная штука. Там у нее есть свой язык запросов, который позволяет отобрать гены, которые вас интересуют. В общем, с ней надо, если это интересно, то с ней, конечно, надо уметь работать и разбираться. Ну вот они дают возможность смотреть, например, такие вещи, как меняется экспрессия в зависимости от копийности. То есть вот какие-то такие простые графики. Вот мы видим, ура, значит, что вот он диплоидный, а вот когда у нас сильно-сильно амплифицированный ура, мы видим, что экспрессия растет. Ну и да, и на это можно накладывать, конечно, разные типы мутаций. Еще один пример сайта, который анализирует по-своему данные, это тюмор-портал, статья Лоуренса. В НЭЧе вот он как раз, это один из подходов, как выбрать вот эти важные раковые гены, как выбрать вот эти гены, которые отвечают за развитие онкогенеза. Ну, в общем, тоже тут они сгруппированы как по генам, вот известнейшие нам там МРБ1, В53, В53, так и по заболеваниям. Если нажать на какой-нибудь ген, на самый наш любимый, то вот мы можем посмотреть, и какие мутации у него встречаются, какого типа встречаются, в каких типах рака этот ген достоверный, совсем-совсем достоверно гипермутирован, в каких просто достоверно мутирован, в каких почти достоверно, и так далее. Космик. Космик хорош тем, что это, значит, каталог соматических, правильно, соматических мутаций в раке. Космик хорош тем, что курируется вручную, то есть в информатике особенно ценятся те базы, которые создаются человеком, а не которые тупо сгенерированы бездушной железякой. Пополняются литературы, это данные, там сидят эксперты, которые читают статьи и вбивают туда те гены, которые достоверно показали, что вот они задействованы в раке. Опять-таки можно искать и по типам тканей, и по генам, и по образцам. В общем, является таким золотым стандартом, как можно, вот драйверных мутаций. Есть в него ряд проектов, которые они поддерживают. это вот CancerGeneSensus, это вот тут опять свой список генов, свой список ракованных генов, которые они сами создали. Еще он себя дружит с таким интереснейшим проектом, как CancerXGene. Там смысл в том, что есть клеточные линии раковые, и для этих клеточных линий у нас есть разные типы данных. Там и экзом, и транскриптом, и, по-моему, и копийность. Но что делает эти данные еще более интересными, это то, что эти клеточные линии, они на них капли разными лекарствами и мерили, насколько IC50, то есть мерили то, насколько хорошо, насколько сильно данное лекарство лечит, убивает эту клеточную линию. Казалось бы, вот, пожалуйста, вам прекрасный способ, как лечить рак. Вот мы померили мутации транскриптом у человека, да, потом давайте как-нибудь подберем такую клеточную линию, которая похожа на тот рак, который есть у нас, потом посмотрим, каким же лекарством, какое лекарство лучше всего действительно на эту клеточную линию. Казалось бы, вот, прекрасно, да, конечно. Вопрос. Насколько я помню, вроде бы часть, как минимум часть клеточных линий раковых довольно старая. Да. Какая-нибудь стиля, которая уже сколько, я даже, я не помню, сколько клеточных линий, если честно, на 50-х. Насколько это нормальные результаты, которые мы получаем на таких линиях? Я как раз вот это, самое и хотел сказать, да, что поскольку при при культивировании клеточных линий происходит куча изменений, то вообще говоря, конечно же, мы не можем все это переносить прямо вот один в один на человека. то есть профиль, даже транскриптовный, и не говоря уже про томном профиле, как работают клеточные, как работает клеточные машины или в клеточных линиях, сильно различается от того, как работает инвиво, да, и поэтому, это, так сказать, просто один из подходов. Я просто вам, так сказать, рассказал, что вот есть такой прекрасный ресурс, и возможно, как-то его надо все-таки переанализировать и придумать свой способ лечения рака. Сколько из ноги есть статьи, которые действительно пытаются смотреть на то, я просто сейчас вам на память, конечно, не скажу, но я видел те статьи, которые действительно изучают, как нормализовать транскриптом, и действительно довольно много работы есть, которые изучают и пытаются, значит, найти какие-то, нащупать какие-то свои вещи в этом конце жизни. Но я рад, что, так сказать, мне удалось пробудить интерес к спасению стражившего человечества. Это вот пример из космика, если нажать на конкретный ген. Это у нас сам ген, а это профиль мутации в нем. То есть, вот мутация встречается в этом сайте. Вопрос, нокоген или супрессор? Можно еще раз ставить? Это из космика. Если ввести сюда какой-нибудь ген, нажать, посмотреть, какие мутации встречаются в данном гене. Все просто, да? То есть, вот ген, вот его там 108 стамин кислот, и это по Y количество мутаций, которые встречаются в данной позиции. То есть, вот мы видим, что есть какой-то позиции, в которой встречается куча мутаций. В остальных позициях мутации встречаются, почти не встречаются. А это уже, это уже за? А? Это уже наставка? Нет, это все гены. вот ген, вот, вот, белок. Да. Браво. Это онкоген. ну и здесь, так сказать, по аналогии, или сказать легко, онкоген или супрессор. Будьте здоровы. Супрессор, да, это P53. Это вот мы видим, что, несмотря на то, что действительно есть такие места, которые все-таки чаще мутируют, чем остальные, но в основном все-таки картина, она довольно здорово отличается от того, что мы видим здесь, да? Молодцы. Еще вот часто вы видите в раковых статьях такую штуковину, как и называется, круговые диаграммы. Это способ визуализировать всю ту кучу данных, которые у нас есть обычно про раковые гены. То есть здесь у нас хромосомы идут, здесь такими мы показываем те перестановки, которые в них наблюдаются. Здесь у нас идет копийность во внутреннем круге, здесь где-то мутации обозначаются. В общем, просто такой способ. Конечно, в этом микроскопе понять ничего толком нельзя, но его часто используют для того, чтобы показать, как у нас много данных. Так, теперь мы переходим к разделу про аннотацию мутации. Вам про это, насколько я понимаю, Леннон уже рассказывала в прошлый раз. Слово анавар вам что-нибудь говорит. Я смотрел предыдущую лекцию, она вам действительно про это рассказывала. Я попробую рассказать про это немножечко больше именно в применении к анализу раковых геномов, потому что домашнее здание, которое я придумал, оно стоит в том, чтобы каждый проаннотировал по одной мутации и написал бы, что он об этой мутации думает. Смысл аннотации мутации, что вот у нас получилось, вот вы просеквенировали образец, раковый образец, и вам нужно теперь что-то сказать. Вот мутации, что теперь делать? В первую очередь, что бы нам хотелось в идеальном случае, это сказать, что вот этого пациента надо лечить тем-то и тем-то. К сожалению, это далеко не всегда удается сказать, но по крайней мере можно пытаться находить те гены, которые важны для сыграли свою роль в развитии рака и по крайней мере как-то сформировать вот эту вот молекулярную картину, которая разворачивается вот в данной конкретной опухоли. То есть сперва, когда у нас есть мутация, мы ее картируем на разметку генома, то есть смотрим, попадает она на гены, попадает на межгенную область, если на ген, то куда. Потом часто смотрят, собирают дополнительную информацию об этом гене, например, как часто мутации в этом гене встречаются в том же типе рака или, например, какую функциональную роль несет этот ген, как он экспрессируется и так далее. Дальше существуют программы, которые позволяют предсказать роль данной мутации вообще повлияла как-то на белок или это мутация которая там поменяла, я не знаю, я не знаю, лицин на из лицин. И может быть это никак не важно. И оценить драйверность мутации, это что в принципе близко, но не одно и то же. То есть тоже существуют программы, дальше чуть подробнее, которые говорят о том, что будет мутация драйверной или нет. То есть цель найти драйверный и экшнаболтин, который мы можем воздействовать. Картира на геном, но тут все просто. Понять просто, куда куча программ. Лена вам наверное про SNPF рассказывала и про Navar. Много-много-много, я буквально 6-6 перевел, просто посмотреть, куда ложится на ген и какого типа это мутация. То есть понятно, что здесь у нас разные мутации, они, типы мутации, они имеют разные свои результаты. То есть если это фреймшифт, то ясно, что такая мутация не может не затронуть функцию белка. Если это миссанс-мутация, то еще, так сказать, тут еще бабушка Надави сказала, тут надо подумать. Если это она вообще пришлась куда-нибудь в интерон или то ерунда. Если она пришлась на сайт сплайсинга, то опять-таки это скорее всего сильно повлияло на ген. В общем, это вот первый шаг картирования на геномную разметку, чтобы понять функцию эффект этой мутации. Вот из СНИПФ, Лена, я на нее этот слайд взял, вот разные типы мутации, они СНИПФ рассматриваются как имеют небольшое значение, маленькое и так далее. Какой эффект на функцию белка оказывает замен? То есть вот у нас что-то поменялось, как это отразится на функции? Самое простое, что можно придумать, это просто посмотреть на это трехмерную структуру. Вот таких опять-таки инструментов существует довольно много. Ну вот я взял для примера МИПИД, тут отображается трехмерная структура на счетовое белка, на которое смотрите, и здесь вы вводите вот у нас ваша мутация, вот десятая хромосомия, вот такая замена, и он отображает вам как эта замена, где она находится на белке. Что в этом классного? То, что у него тут есть, я не докрутил до конца, тут у него есть мутация из ТЦГА, да, и вы можете накладывать на эту же структуру те мутации, посмотреть, где они пространственно расположены, в том типе рака, который вы анализируете. Там дальше еще есть аннотации из ЮНИПРО, туда, то есть всякие функциональные разметки. Опять-таки можно смотреть, там, ваша мутация затрагивает какой-то важный домен или она где-нибудь там на периферии. Это не считывает фолд, как ли я там перешли на документе? Она, насколько я понимаю, не пересчитывает никакого фолда, она просто вам отображает тупо на картинке. То есть, насколько я понимаю, никакого перепредсказания тут не производится. там по-моему SPDB наберет, так сказать, ну, соответственно, структуру. Да, по-моему, она берет их SPDB. Но, опять-таки, я просто не понимаю, поэтому не люблю структурную биоинформатику, но таких таких тулов их много, может быть, есть и те, которые пытаются сами что-то предсказать, казалось бы, это, по крайней мере, это просто, так сказать, реализовать. Методы, по предсказанию функциональной значимости. Если у нас происходит мутация какого-то сайта, который консервативен, то в общем случае надо думать, что это плохо. Какие у нас есть возможные признаки, да, это, опять-таки, консервативность, ну, и физхимия, какую каменность лта, какую, так сказать, похоже. Две большие группы методов, это вот direct scoring, когда просто там выписывается некая формула, которая присваивает некий скор той или иной мутации. Есть методы, которые говорят, а мы не будем выписывать никакой скор, мы возьмем методы распознавания образов, тренируем нашу нейронную сеть на мутациях, которые заведомо меняют функцию белка, тренируем в качестве плохого, другого класса возьмем те мутации, которые достоверно не влияют на функцию белка. И пусть эта нейронная сеть сама там чего-то научит, а мы потом будем ее использовать. Примеры разных типов. Прополифен, вот он как раз метод, который опирается на распознавание образов. У него там 11 параметров, которыми он характеризует замену. Кстати, вот он что-то там предсказывает. Пойдете сюда. Вот здесь, кстати, рекомендуется нажимать Home, там тоже будет форма для ввода, но она будет менее удобной, гораздо удобнее на значительной batch query. И здесь писать вот у вас произошла замена GNA в такой-то позиции. В результате он вам даст score, который от 0 до 1. Чем больше score, тем больше полифен уверен в том, что эта мутация она важна. Я здесь буду много написать score, потому что некоторые методы чем больше, тем лучше, а некоторые методы чем меньше, тем лучше. Это вообще надо контролировать. Мутерейшн асессор, вот пример метода, который не использует никакого предсказалки. У них есть общий какой-то score, который считается по энтерапии, как-то они там хитро считают его, с учетом делят белки известные на подсемейство и смотрят соответственно score, то, что у вас мутируется какая-то метода, которая общая для семейства и которая специфичная для семейства. Опять, значит, на выходе score, тоже он чем больше, тем лучше, но здесь он уже там бывает и 4, и 5, вот они его как-то делят на категории mutation assessor. А, вот пример, как это выглядит. Mutation assessor org, сюда оббиваете. Проблема в том, что все эти тулы, каждый требует указания немножечко своего формата и надо опять смотреть, то есть здесь вот через запятую первым должно идти указание на сборке генома. Здесь рекомендуется прокликать все галочки, которые возможны для получения оптимальной информации и он выдаст довольно много сведений о том, дополнительных сведений пронотирует ваш ген. В том числе он выдаст ссылки, если есть, на трехмерную структуру, на то, что вот ваша мутация попала в известный функциональный участок из Венепрота, запросит Cosmic и DBSNIP, то есть сколько мутаций в космике есть в этом гене или, что интереснее, сколько вот ровно точно таких же мутаций. То есть вдруг ваша мутация один в один совпадает с космиком. Это тоже очень интересно. Вы что хотите сказать? А вот на сегодняшний день какие плюсы и минусы у этих двух групп методов? Есть тормозней, наверное, или их сколько больше? Тормозней тут не является не является важным, так сказать, определяющим фактором. Сейчас компьютер-то быстрый. Это ровно вопрос следующего слайда. все эти методы часто между собой не совпадают. И сифт, и полифен, и мутаций на сенсор один может говорить одно, другой может говорить другого, и вот такого вот сейчас, чтобы был бы один метод, которому все верят, такого пока нет. Поэтому что можно делать, когда у вас 10 таких методов, и все что-то говорят разное? Конечно же, самое разумное, что приходит в голову, посмотреть, кто же больше. Здесь такая база dbnsfp, база данных не синонимичных, что-то такое, functional predictor, я уже забыл, как шифровывается. Правда, там проблема в том, что эта база данных, она дается как такие кучи файлов, общим объемом, там несколько гигабайтов, в общем, надо ее скачать. То есть у них нет веб-интерфейса, но круто то, что это предрасчитанная база по всем возможным заменам во всем человеческом геноме. То есть каждая позиция на что может замениться, и там они интегрируют 9 разных предсказалок, в том числе imitation assessor и polyphen, и вот эти некий score. Плюс они придумали свой собственный, конечно же, интегрирующий метод, там один основан на SVM, другой на логистической регрессии, и тоже дают уже совсем-совсем свой score. Опять-таки, верить или не верить, ваш дел. Ну и пример тоже таких тулов, опять-таки, несколько, самые известные, вот DBSFP, и этот Candle, он опять каким-то хитрым образом интегрирует несколько предсказалок. Есть такой целый раздел, насколько я знаю, в машинном обучении, который называется boosting. Если у вас несколько есть методов, каждый из которых работает плохо, как сделать так, чтобы объединить их и получить то, что работает хорошо. Что делать с некодирующими по меморсинам? То есть, если мы говорим о полногеномом секвенировании, то, конечно же, поскольку у нас кодирующие только проценты, то, конечно же, большинство мутаций, они придутся на те области, которые не входят в белок, не входят в гены, но, тем не менее, такие мутации, хотя про них в общем случае непонятно, что делать, но, тем не менее, можно думать, что эти мутации тоже могут приводить к значимым изменениям, например, если они изменят сайт связанным с какого-нибудь транскрипционного фактора или если они попадают куда-нибудь в известный промотор. То есть, если у нас есть какая-то некодирующая область, она сильно консервативная, как в первом случае, если туда падает мутация, то это плохо. Ну, как плохо? Это значит, что, видимо, такая мутация функционально важна. Вот мне коллеги попросили прорекламировать их тул. Вот он предсказывает, на вход ему задается коллекция позиционных матриц, он предсказывает сайты связываний разных, значит, транспортных факторов и смотрит пивелью уровень значимости для одного варианта, не мутированного для другого. Если эти пивели сильно различаются, то есть, если это значит, что сайт сильно меняется, то тогда такой, значит, такая мутация, она, да, нарушает сайт связываний. Вот какие-то примеры говорят, что хорошо предсказывают. Есть другой тул, который основан на другом подходе, называется Fonsec, сейчас недавно вышла версия Fonsec 2. Есть общая идея в том, чтобы сприоризировать мутации, основываясь на каких-то вопросах, на каждый из которых можно ответить да или нет и тем самым дать некий суммарный скорб. То есть, если, например, мутация вот эта встречается в проекте по тысяче геномов, это хорошо или плохо? Верим ли мы, что такая мутация будет важна для развития рака? Вопрос к аудитории. Да, мы не верим, потому что в тысяче геномов там, условно говоря, здоровые люди, лучшие представители нашей популяции и, конечно же, мы верим, что они все здоровые. Поэтому, значит, такое мы брать, за это мы очки давать не будем, наоборот, будем давать очки, если это не встречается в тысяче геномов. Если мутация попадает в область, которая аннотирована в энкоде, то это хорошо. Если у них есть там свой предсказалка давления-отбора, если попадает в область под давление-отбора, то это хорошо. Если, опять-таки, ну, та же самая идея, если нарушается известность связывания, то это, значит, опять-таки, мутация важная, скорее всего. Если мутация там в белке, который является хабом сети белок-белковых взаимодействий, то, опять-таки, скорее всего, эта мутация окажет вытавление. Ну, в итоге, вот, такое дерево решений, можно сказать, и, значит, мутации, они приоритизируются по этому, вот эту скору. крутость в том, что они могут и белок-кодирующий, ну, и мутации, которые попадают в гены, и те мутации, которые попадают в нежгенник. Важно понимать, да, что вообще говоря, вот эти предсказалки, про которые мы говорили, про полифен, мутейшн ассессор, они не проектировались исходно для предсказания драйверности. То есть, наличие влияния мутаций на блок, это близко к драйверности, но не совсем одно и то же. Поэтому использовать такие программы, это не очень корректно для предсказания драйверности. Проблема в этой области в том, что вот хороших датасет, ну, хороших, известных примеров, кто драйвер, а кто пассажир, таких больших датасетов нет, и это сильно затрудняет развитие сети области. Но, тем не менее, человечество тоже в этом продвигается. И вот один из методов, который позволяет именно дискриминировать не между повлияющей мутацией на блок или нет, а именно дискриминацией между драйверной и пассажирской мутацией. Это вот этот метод ЧАЗМ. Обучающая выборка это драйверные мутации, которые они натыкали из космика, пассажирские, сами они сгенерировали каким-то образом из фонового распределения. Каждая мутация характеризуется кучей признаков. Опять-таки, все это ничего нового, тут что-то совсем новое придумано трудно, то есть это признаки по энтропии консервативность смотреть, опять-таки, физхимию аминокислот, смотреть на гинепрод, на аннотацию из гинепрода. И дальше методом random forest случайное дерево, случайный лес, они вот, ничего не мешало им взять что-то другое, они предсказывают для новой мутации, они предсказывают для новой мутации драйверная или пассажирская. Вот так выглядит их сайт. Значит, сайт называется кроват.юэс, хотя метод называется чазм. Тут прикол в том, что у них этот чазм, это только один из инструментов, а он взаимодействует с парой с другим тулом, который называется snvget. Snvget, он дает общую информацию о гении, а чазм дает именно предсказания драйверной или пассажирской. Поэтому здесь рекомендуется протыкать обе галочки, тогда вы узнаете о своем гении гораздо больше. И здесь что классно, что они учитывают такая неспецифичность, что вообще говоря важно. Выбираете тут то, с чем мы работаем. Значит, сюда засовываем нашу мутацию, нажимаем submit, опять на выходе score. Но здесь вот надо все ровно наоборот. Чем меньше этот score, тем более вероятно, что мутация драйверная. Другой метод трансфиг, он как раз опирается на методы предсказания значимости мутации, но пытается сделать это по-своему. Он смотрит для всех, для проекта из тысячи геномов, он аннотирует, получает предсказания по всем известным мутациям, то есть, которые мы будем считать их germline, и строят распределение вот этого скора там либо mutation assessor, либо shift, либо, по-моему, они берут что-то свое. И потом нужно посмотреть, а как различается, куда в это распределение попадает тот скор, который получает наша соматическая мутация. И это позволяет им вот, так сказать, дать некую вероятность того, что эта мутация, что эта мутация будет драйверной. То есть, если она сильно отличается от того, что мы могли бы наблюдать в случае germline-мутации. Ну и плюс они еще учитывают, то есть, не просто они берут именно тот ген, они еще гены группируют из genotology по функциональным сходствам. То есть, они еще и пытаются учесть, более точно учить функцию гена transfig. Классный тул, который не является прям совсем предсказалкой, но очень полезен, когда вы работаете с раковыми мутациями, предсказать сразу все, он называется инкотатор из Broad Institute. Там вы опять-таки запихиваете в нее свои мутации и он на выходе дает такую таблицу, в которой куча-куча-куча столбцов и в которой почти все столбцы полезны. То есть, это и аннотация гена, про него он вам скажет, что это за ген, про его функцию, и аннотацию белка, извини, про то, что про него известно, что особенно интересно, если, например, на ваш, если ваш белок является таргетом для какого-то лекарства, что очень интересно, то он тоже вам про это скажет, предскажет полифенам свойства мутации, посмотрит в базу данных и в космике, и в канцер-жен-сенсус, и CCGA залезет, посмотрит про мутации из других баз данных. В общем, конкататор классная штука, рекомендуется. Интоген тоже такой тул очень объемлющий, то есть, опять, он в этом плане несколько похож на CBU-портал. То есть, сюда вы опять ему вводите либо ген, либо конкретную мутацию и можете посмотреть на ваши мутации. Он опять их попробует поаннотировать, попредсказывать, например, там, по тому, какой импакт они оказывают эти мутации. Белки являются этот гендрайверным. Здесь ссылка это C, это, по-моему, космик, и я уже не помню, что это такое. И здорово в том, что, классно в том, что он поддерживает опять-таки ЦГА, и вы можете смотреть, анализировать данные ЦГА и пытаться понять что-то в большом масштабе. Сколько у меня уже времени разговариваю? Сейчас 10. Ну, отлично. Осталось, я думаю, еще минут 15. Потерпите. Почему все это важно? Я, как выпускник медицинского университета, мне, я все пытаюсь склониться к практической точке зрения. Конечно же, в первую очередь, это важно, чтобы лечить людей, чтобы бороться с этой жуткой штукой. И именно сейчас, я пытался предсказать в самом начале, мы живем с вами в ту эпоху, когда будет революция, она уже есть в биологии, и рано или поздно это выльется в переворот и в медицине. Вот за последние 10-15 лет в области химиотерапии произошли изменения, которые связаны с развитием так называемых, начали делать так называемые таргетные препараты. То есть, это те лекарства, которые действуют исключительно на, в идеальном случае, на одной мишень. То есть, они, казалось бы, должны убивать только раковые клетки и ничего не делать с остальными. То есть, до этого, ну, правда, сейчас тоже активно лечили группы лекарств, которые назывались цитостатики. То есть, это такие лекарства, которые убивают все вокруг, поэтому они адски токсичны, куча побочных эффектов. Но сейчас мы как раз переходим к тому, что у нас появился новый арсенал, их становится все больше и больше с каждым годом. Именно таргетная терапия, то есть, целенаправленное уничтожение клеток опухоли. При этом, поскольку мы уже выяснили, что каждая опухоль, она генетически уникальна, то, конечно же, оценка генетического статуса опухоли, она крайне необходима для того, чтобы дать правильное лекарство. Важность решения о выборе верной терапии, она обусловлена тем, что, если врач ошибается, то понять, что терапия не действует, вы это понимаете месяц, через два, через три. При этом, во-первых, вы наносите вред пациенту, то есть, побочные реакции идут, которые не нужны. Во-вторых, выводите его колоссальные финансовые расходы. Посмотрите, сколько стоит лекарство против опухолевого и потряситесь. И самое ужасное, это, что, возможно, за эти два месяца, когда вы давали неиссектированную терапию, может быть пройдена точка невозврата. И, так сказать, дальше делать уже что-то может быть поздно. Поэтому, именно сейчас развиваются методы, которые, ну, которые хотят осуществить в отбор терапии сразу, и вот, сразу дать действующее лекарство. Избежать вот этого подхода, далее это не работает, далее это не работает. О, наконец-то третья линия сработала. Уже часто бывает поздно. Да, при этом надо учитывать еще и фармакогеномику. То есть, существуют такие, опять-таки, известные гены, которые либо транспортируют лекарство, либо отвечают за его, ну, его метаболизируют, и там существуют в них мутации, которые, например, известно, что если мутация в таком-то гене, то дозу нужно в два раза увеличить или наоборот в два раза уменьшить. Или что будет такая сильная побочная реакция, которую нельзя допустить. В итоге, значит, все это преамбулы, которые сказал, ДНК в кровати, мне очень нравится эта картинка. Уже сейчас нам нужно смотреть на генетику. И это уже делают. Это good news. Начали делать, например, в 2000-х годах, можно называть персональной онкологией 1.0. Это те отдельные гены, нарушения в которых известно, что они связаны с чувствительностью к конкретному лекарству. Ну, классические примеры это про герцептин, и вот особо классический пример это виморфенип. То есть, если есть конкретная мутация в конкретном гене, для конкретного типа рака, то надо давать один препарат и не давать другой препарат. Вот такая это уже внедрено в клиническую практику. Это уже используется и в России, в том числе, и на Западе это используется уже больше 15 лет. И это вот тестирование отдельных генов, отдельных мутаций. То, что теперь ну не знаю, можно было это выкинуть. MyCancerGenome это такой сайт mycancergenome.org по-моему, где вы можете опять ввести конкретно рак, выбрать из конкретных генов. Здесь, конечно, таких генов будет не все возможно, не все 20 тысяч. Их будет там 5 или 6, для которых это известно, и конкретную мутацию, которая часто встречается. И здесь он дает информацию о том, соответственно, каким типом лекарств эта опухоль будет чувствительна при конкретной мутации. Куча там ссылок на работы, в которых это описано подробно, да? Ну, не будем про это говорить. А сейчас происходит персональная онкология 2.0. Это тестирование уже не отдельных генов, а тестирование панелей генов. Панели примерно 50 генов, бывает и 100. Это, конечно же, делается с помощью методов НГС. Это колоссальным образом повышает нагрузку на химиотерапевта, потому что теперь ему надо проанализировать не одну мутацию, что да или нет. Теперь на него вываливают сразу много информации, но это быстро становится стандартным. То есть вот такие тесты, как делают в Америке Per Foundation 1, где они сиквенируют 300 генов, это стоит 6000 долларов и это покрывается многими разными вариантами страховки. То есть это то, что пока еще не совсем стандарт, но быстро становится стандартом. Конечно же, логически можно предположить, что если есть онкология 2.0, то должна и быть онкология 3.0. Онкология 3.0 это некий такой наш идеал, к которому мы хотим стремиться. Идеал стоит в том, чтобы поместить пациента в центр некого такого круга непрерывно работающего. Когда пациенты берут биопсию, на нее смотрят всякими разными омиксными науками, не только секвенированием. Дальше мы применяем какие-то наши хитрые-хитрые математические методы и выходим на рекомендацию по терапии. Соответственно, дальше проверяем, даем пациенту и смотрим, работает или нет. Чем это хорошо и чем это плохо. Плохо, понятно, что это очень дорого и самое главное, что непонятно пока, как все это делать, потому что затык он вот в этом месте. И в этом тоже. каждый... здесь это тестирование мы можем совершить, так сказать, инсилика, инвива, мышку проколоть, если вам повезло, не очень долго. Затык, в первую очередь вот здесь вот, bottleneck. То есть вот на этапе осмысления вот этого огромного количества данных. Ну и здесь тоже, потому что не любой ген, не на любой ген есть драг, как вы выяснили, что драги у нас в первую очередь есть на онкогены. В этом тоже проблема. Но зато какие это открывает положительные... ну, горизонты, да? Это мониторинг изменений в организм центра. То есть работает терапия. Мы смотрим, взяли у него биопсию через месяц, смотрим в правильную сторону, начали работать сигнальные каскады или нет. Это один из способов бороться с тем, чтобы с гетерогенностью обухоли. То есть один кулон победили, но произошел рецидив. Ну хорошо, мы прогоним пациента по второму кругу, победим второй. Победим второй кулон. То есть это вот, так сказать, святой грааль, к которому стремится современная онкология. Есть сейчас некоторые наметки, но вот я думаю, это то, что будет то, что ход спот современных исследований в молекулярной онкологии. Некоторые саммари, которые в принципе сам очевиден, что большинство мутаций это вновь переведенные, не наследственные, что главная причина генеза это опять-таки мутация. Важно понимать, что каждый опухоль является генетически уникальной и поэтому каждой опухоли конечно же требуется персональное исследование осуществляемое с помощью в том числе методов НГС и здесь нашими помощниками является правильный выбор таргетной терапии. Домашнее задание это уже менее интересно. Я подготовил список мутаций там по мутации на человека там просто значит хромосома, координата и там кто на кто заменился. Напишите в свободной форме то есть тут оценивается ваша изобретательность в свободной форме напишите что вы думаете про эту мутацию про этот ген попробуйте поговорить о разных базах данных про которые я рассказывал про которые может быть вы что-то найдете в интернете напишите что вы думаете по поводу мутации влияет ли она на белок драйверная она или не драйверная какую роль играет этот ген может играть этот ген в анкогенезе что про него известно будет очень круто если выяснится например что это мутация такие там примеры есть если на эту мутацию существует известный враг так далее в общем творческое задание оно не очень не очень сложное мутации у нас есть на сайте да на сайте уже вроде там против каждой фамилии вот уже одна мутация то есть у нас домашнее задание обязательно же да так сказать в общем кто хочет за счет да но оно не с моей точки зрения оно не прямо уж очень сложное зато оно творческое и может быть немножечко поэтому будет немножечко интересным окей